Уважаемые друзья, как я убедился в очередной раз, мы умеем все делать как надо. Вопрос, почему не делаем так, как надо, или точнее, почему не всегда делаем так, как надо? Об этом сегодня пойдет речь. Второе, не хотелось бы, как мы с вами договаривались на встрече в Гомеле, чтобы спустя определенное время мы не встретились и не развели руками. Вот мы не сделали и начинаем искать, как обычно, причины. Чтобы это не случилось, по итогам этого года, другого времени у вас нет, и у меня тоже, мы сегодня встретились, чтобы промежуточно поговорить, почему мы не делаем так, как надо делать, и так, как вы умеете делать. Вы это сегодня продемонстрировали. Но ежегодно в годовщину катастрофы на Чернобыльской станции, вы знаете, я проезжаю в один из пострадавших районов Беларуси. Но чаще всего я бываю здесь, на Гомельщине, которая в 86-м году прошлого века практически вся подверглась радиоактивному загрязнению. Вы знаете, эта область мне не чужая. Эта область мне фактически как родная, потому что я всегда подчеркивал на любых форумах, конференциях, референдумах, выборах, Гомельская область всегда меня поддерживала больше, чем какая-либо другая область. Здесь трудолюбивая, мудрая, закаленная и безгранично любящая эту землю люди. Но из-за нашей бесконтрольности, нытья, ах, чернобыльцы, ах, чернобыльцы, мы расслабились и не заметили, как начали терять эту область. И среди этих огромного количества трудолюбивых, мудрых людей появились дельцы, жулики и варьё. Но пусть их немного, но этот процесс надо остановить. Поэтому сюда был и направлен новый губернатор и новый уполномоченный президента по этой области. Мы тогда поверили и остались на малой родине. Я вас долго убеждал, всегда начиналось это отсюда, что здесь мы будем жить, что здесь жить нормально, не хуже, чем в других районах нашей республики. По результатам уже прошедших 30 с лишним лет мы в этом убедились, потому что мы уже имеем статистику. Я испытываю искреннюю радость, когда вижу позитивные изменения, а для Гомельщин за годы независимости государством сделано немало. И я вот видел сегодня в ветке радостные лица. И в чём особенность? Если есть какие-то там мелкие вопросы, то женщины и другие там быстренько этого человека отодвигают. Да это не президента вопрос. Да это не главное. Главное, чтобы был мир, чтобы не прилетало сюда, как там говорят в Донбассе, чтобы не прилетало, чтобы люди жили на мирной земле. Люди наконец-то своим приоритетом сделали нормальную жизнь, спокойную, мирную и жизнь своих детей. Это приоритет сегодня, ну я вижу, на Гомельщине, да и по всей республике. И подытоживаю, всегда говорю, лучше в поле воевать, чем там. Вы это лучше меня знаете. Вы стали прифронтовой областью. За время преодоления последствий чернобыльской катастрофы реализованы пять специальных чернобыльских программ. Заканчивается шестая. В пострадавших регионах только в прошлом году пострадавшие регионы вложено более 600 миллионов рублей. А в целом миллиарды, миллиарды. На эти деньги построены десятки тысяч квартир, более сотни школ и детских садов, тысячи километров дорог. Газифицированы более сотни населенных пунктов. Тоже чувствуется и знаете. Появилось множество различных учреждений здравоохранения, включая уникальный, едва ли не единственный в мире РНПЦ, радиационной медицины, экологии человека. И мы его с вами построили тогда, когда он просто был брошен. И пустые окна, как бойницы, говорили о бесхозяйственности. Если в первые десятилетия после аварии мы боролись в правом смысле за выживание, то в последние годы мы говорим о развитии. Вовлечение в сельхозобороть земель, строительство малышно-товарных, откормочных комплексов, создание эффективных промышленных предприятий. Что, что, но вам обижаться на это нечего. Нет ни одного города у вас более или менее крупного, где бы я не побывал и не запланировал строительство, будто деревообрабатывающих, перерабатывающих, целелозных, нефтеперерабатывающих заводов. Нам нужно искать сегодня, а еще лучше создавать драйверы экономического роста регионов ближайшего будущего. Поэтому сегодня принял решение отойти от практики традиционного чернобыльского визита и провести рабочее совещание о ситуации в регионе в целом. Чтобы здесь, на месте, обсудить, куда движется Гомельщина, чего не хватает, чем можно помочь. Наш разговор должен быть предельно конкретным, честным, деловым. Как мне докладывают итоги первого квартала нынешнего года, далеко не такие, как вы мне пообещали. Ну, может, ошибаюсь? Все не доложите. По темпам развития экономики область занимает четвертое место среди всех регионов. Хотя промышленность сработала неплохо, рост 4,5% республика, около 2%, но это в большей степени вклад организаций республиканской формы собственности. Их удельный вес – 80% в вашей промышленности. А что в вашей зоне ответственности? В сельском хозяйстве темп не дотягивает до 100% и последнее место в стране. Мне доложили о ходе весеннеполевых работ, проведении мелиоративных мероприятий, восстановление самортизированной техники. Но надо поговорить и о другом. Здесь вроде бы пока неплохо, но цыплят по осени считают. В ноябре прошлого года мы провели довольно предметное, где-то даже жесткое совещание по стратегии развития агропромышленного комплекса нашей области. Расставили акценты, согласовали подходы, получили заверения руководителей, что работать будем напряженно, с полной отдачей. Только последнее, как я уже сказал, не сильно у вас ощущается. Что сделано к настоящему моменту? Какие вопросы, препятствующие выполнению наших договоренностей? Это вопрос. Многие проблемы мы пытаемся решить за счет укропнения или присоединения к мощным промышленным предприятиям хозяйства. А какой эффект от этого? Вы должны видеть уже сейчас. Что по другим производствам, как их вытаскиваете, проблемы ведь есть. То, что вы объединяете хозяйства, делаете их крупнее вокруг, естественно, молочно-товарных комплексов, еще каких-то комплексов и оснащаете новой техникой, это хорошо. Если это так. А если к нищему просоедините нищие, вы знаете, что нищими они и останутся. Облетая сегодня Гомельщину, я сверху это все очень хорошо вижу, внимательно посмотрел, что делается в хозяйствах, на полях, всех стройках, объектах, дорогах. Неубранная солома, поросшая травой органика, бесхозных, неиспользуемых зданий и сооружений, туча должного порядка пока нет. И самое опасное, что и не предвидится в этом году. И как мне докладывают, не удалось искоренить приписки и падеж скота. Например, в Ельском районе падеж увеличился в два раза, в Добруском, Лельческом тоже почти в два раза. За три месяца текущего года в целом по области только телят возраста до полугода, в шесть месяцев, пало почти четыре тысячи голов. Сколько еще нам учить кадры, помогать им, чтобы они освоили элементарные азы. Учить здесь никого не надо, все знают, как это делать. Но почему-то не делается. Продолжая тему Лельчества, я давал поручение досконально разобраться по каждому объекту и проекту в Лельческом промышленном парке. Некоторые из которых затрагивают еще и соседние районы. Мы много рассуждаем, советуемся в правительстве, проходят совещания, но дальше слов, порой дело почему-то не идет. Или это не перспективное направление, не точка роста. Послушаю ваши предложения на свой счет. Не забывайте о развитии и Полеско-радиационно-экологического заповедника и Припятского парка. С этого года Полесский заповедник перешел от Министерства по чрезвычайным ситуациям под управлением Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды. Мы понимаем, что сейчас там никакой чрезвычайшины нет, но как работает заповедник в нынешних условиях. Сохранили там порядок, который был при военизированной структуре. Знаю, что вы там занимаетесь пчеловодством, рыбоводством, без антропогенной нагрузки отлично чувствуют себя растения, животные, особенно редкие, краснокнижные. Лошади Пржевальска у вас там пришли и прожились. Рай для ученых и туристов. Тоже такое интересно. Используем ли мы это многообразие? На совещаниях по экономике мы постоянно ставим перед собой задачу снижения зависимости показателей региона от работы промышленных гигантов республиканского значения. Например, Мозенский завод нефтеперерабатывающий, Жлобинский, БМЗ, Светогорский ЦКК, Добружская бумажная фабрика. А как выполняется мое поручение? Один район, один новый проект, где должна быть видна инициатива местной вертикали. Не подменяете ли понятие, это действительно принципиально новое производство с созданными рабочими местами или же простое выделение одного из привычных направлений работы старых предприятий. Здесь подмены быть не должно и вранья тоже не получится. Вот по отчетам молочно-доильные блоки производства пилет, дело нужное, но ведь речь идет прежде всего об инновационных, высокотехнологичных производствах, желательно на местном сырье. Да, и молочно-товарные комплексы нужны, и производство пилет, тоже это необходимо, только продавать их надо. И не плакать, и не ныть, что вам санкции мешают. Меня никто не переубедит, развитие района, хозяйства или предприятия зависит от расторопности прежде всего руководителя и принимаемых на местах решений. Тогда сразу видно, где толковые руководители, там проблем нет и вовсе все работает, как часы. Ну а где наоборот? Там наоборот. В нынешних условиях это особенно важно, потому что вы приграничный район, как я сказал, вы прифронтовая зона. Хочу подчеркнуть, мы мирные люди, и чужой земли нам не надо. Кстати, именно с Гомельщины, с города Комарина в сентябре 43-23 сентября началось освобождение Беларуси от фашистских нечисти. И именно здесь, в Комарине, в сентябре надо дать хороший старт юбилейным мероприятиям, приуроченным к 80-летию освобождения республики, которое мы широко отметим в 2024 году. Еще раз повторюсь, обеспечение мира и безопасности это дело президента, силового блока. Ваша задача создания достойных условий для жизни людей. Ваша задача экономика. Дайте экономику. И здесь вы не дорабатываете. Как мне докладывают, 45% дорог региона имеют дефекты покрытия. Есть нарекания населения к работе служб ЖКХ, благоустройству. Беспокоит граждан состояние автобусного парка, работа городского транспорта, особенно в часы пиковых нагрузок. Пример рядом. В каком состоянии мост на главной артерии, связывающей ветку с Гомелем? Аварийным. Еще люди забросали обращения именец железнодорожного переезда в микрорайоне Западный в Жлобине. Детишки и их родители ходят в детские сады и школу по железнодорожным путям. Это так реконструировали дорогу. А какое состояние автодороги М10, соединяющей Гомель с Брестом? Более чем актуальной проблемой нынешней весны стал Паводок. Тема не новая. То, о чем мы всегда просили, мало влаги, мало влаги сегодня чрезмерно. И это счастье. Сож, Днепр, Припять, вы знаете, это реки с определенным нравом. Хотя старожилы говорят, что такого не было давно, но все ли мы учитываем и всегда ли готовы к таким ситуациям? Почему в этом году получился какой-то аврал? И информационный вакуум страны, местной власти. С людьми надо разговаривать. Надо вовремя доводить до их сведения по любому поводу информацию. В противном случае это будут делать другие. И такие примеры уже у нас были. И занимались этим люди с Гомельщины, с известными фамилиями. Большинство вопросов должно решаться на местах и без социальных взрывов. Вы, управленцы, люди в критической ситуации ждут от вас быстрых, разумных и понятных действий. И самое главное, достоверной информации. Еще раз повторяю, с людьми надо разговаривать. Словом, тем для обсуждения, как видите, у нас предостаточно. Надеюсь на конструктивный и откровенный разговор. Жду от вас предельно конкретных ответов предложений. Повестка определена. Сначала о развитии Гомельской области доложит губернатор. Потом свою оценку даст уполномоченный главы государства в регионе. Человек с опытом. Заслушаем руководителей района. Вы завтра, Иван Иванович, проводите заседание облсполкома. Там будет возможность. Так или нет? Да. Там еще раз будет у вас возможность с учетом нашей встречи подвести итоги первого квартала. Выработать план дальнейших действий. Принести определенные коррективы в развитии региона и принять необходимое решение, в том числе и кадровое. Регламент известен. Иван Иванович, пожалуйста, вам слово. Попрошу. Добрый день. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите доложить о проводимой в Гомельской области работе по выполнению поставленной на текущий год задач по социально-экономическому развитию территории, в том числе наиболее пострадавших от аварий на Чернобыльской АЭС. На текущий год нашей области правительством определены пять целевых показателей и три прогрозных. По итогам первого квартала выполнены задачи по пяти показателям. Заработная плата, совокупное поступление доходов в консолидированный бюджет, снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, объем производства импортозамещающих товаров, общий ввод в эксплуатацию жилья. Ниже доведенных квартальных значений сложились параметры по тром показателям – ВРП, инвестиции в основной капитал, ввод в эксплуатацию жилья с государственной поддержкой. Темп валового регионального продукта составил 99,2%. При этом за январь-февраль темп ВРП увеличился на 3,2% к уровню январа, который был 96%. С приростом объема производства сработала промышленность. В сельскохозяйственной организации обеспечена положительная динамика, основные влияния на снижение ВРП в первом квартале, снижение валовой добавленной стоимости в строительстве и в транспорте. По оценке первого полугодия, с учетом обеспечения положительной динамики отраслей реального сектора экономики, ожидается выход на ВРП в прошлом году. Темп роста составит 100,2%. Основа экономики области – промышленное производство, которое формирует более 40% валового регионального продукта. По итогам квартала индекс промышленного производства составил 104,4%. Прирост объема будет обеспечиваться и далее, просчитано по каждому предприятию. Производство продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях по итогам работы за январь-март составило 100,2%. К аналогичному периоду производство и выращивание составило 101,9%. Валовый надой молока – 206 тысяч по кварталу 99,5%. Произведено 97 миллионов штуки яиц с ростом 101,4%. По итогам полугодия мы по сельскому хозяйству выходим на 3,7%. По итогам 9 месяцев на 114,2%. По году, так как и докладывали, на 116,2%. Одним из направлений повышения эффективности хозяйственной деятельности является рациональное использование ресурсов, в том числе и смазочных материалов. В 2022 году сельхозпредприятием с сельскохозяйственными организациями израсходно 96 тысяч тонн дизельного топлива. Нам удалось вместе сэкономить 4 тысячи тонн. Задача стоит не менее 15% по всем ресурсам сэкономить в этом году. Передосли сельского хозяйства на текущий год и период стоят рад задачи. Обеспечить сев сельскохозяйственных культур согласно утвержденной структуре посевных площадей. С учетом погибших культур выработана методика. Пересеваем кукурузу на зерно и пересеваем яровые культуры. Заготовка корма под полную потребность для обеспечения нужд животноводства согласно утвержденного плана. Мы увеличили сев в этом году однолетних культур на 70 тысяч и соответственно многолетних трав. Это даст свои результаты при заготовке кормов. Выполнение запланированных объемов миллиардных работ с вводом 8-2 тысячи гектаров земель в сельскохозяйственный оборот. Все это просчитывается. По первому кварталу идем с обвержением. Соблюдение норм установленных технологических потерь крупнорогатого скота не более 3%. Технологически все мероприятия отработали. Сейчас тотальный контроль, так как вы сказали. Другого нам не дано. На сегодняшний день в реальном секторе экономики области реализуется 122 инвестиционных проекта. Инвестиционные проекты есть в каждом районе области. Общая их стоимость составляет 5,4 миллиарда рублей. 48 проектов планируется в текущем году завершить. В рамках реализации которых предусмотрено создание аппаратка тысячи рабочих мест. Ход реализации всех инвестиционных проектов находится на особом контроле. При этом есть еще резервы по реализации проектов по освоению местных ресурсов. Так как вы сказали сегодня в Лельщицком промышленном парке. Одним из перспективного является освоение месторождения каменных солей. Костовницкое в Ельском районе. Здесь возможна реализация производства коллекционированной соды. По оценкам с запасом это 513 миллионов тонн. В соответствии с поручением заместителя премьер-министра СВК Анатолия Александровича Минстроя и Архитектуры, сформирована рабочая группа для выработки предложений по созданию отечественного производства коллекционированной соды. В рамках выполнения вашего поручения реализуются 22 проекта по созданию в текущей пятилетке новых предприятий и производств в каждом районе. Общая их стоимость парадка 768 миллионов. В целом по итогам их реализации будет создана парадка 800 рабочих мест. Все проекты реализуются в графике без значительных отклонений. Таким образом, по итогам полугодия ожидаем привлечь инвестиции 2,1 миллиарда рублей с выходом на темп более 100%, точнее 100,4 миллиарда. По итогам года 5,1 миллиарда рублей с темпом 112,2%, что на 1,2 миллиарда больше в текущих ценах, чем в прошлом году. При этом задачу правительства по выходу на годовой темп 122,9 мы с себя не снимаем. У нас есть еще время дополнить наш инвестиционный портфель проектами и мероприятиями, которые сегодня у проработки и проработки с банком развития. Гомельская область в наибольшей степени пострадала в результате Чернобыльской трагедии 1986 года. Это является мощным дестабилизирующим фактором социально-экономического развития. В настоящее время около 43% площади области находится под воздействием радиоактивного загрязнения. К территории такого загрязнения относятся 20 из 21 районов. Из них 6 районов наиболее пострадавших. Самой важной задачей, которую приходилось и приходится решать сегодня, это здоровье людей. Безопасность с точки зрения экологии энергии, чистая вода, чистые продукты, питание, достойные условия жизни. С 1991 по 2000 годы, как вы сказали, реализовано 5 программ, сейчас в работе шестая программа. За этот период построено 33 тысячи квартир и домов для переселенцев, специалистов, инвалидов-чернобыльцев. Газифицировано 135 населенных пунктов. Проложено 3-4 тысячи километров дорог с улучшенным покрытием. Реконструировано 1,3 тысячи километров сетей водопровода. Реконструировано и построено 235 учреждений образования, 150 учреждений здравоохранения. Введено в эксплуатацию 19 объектов производственного и 60 объектов сельскохозяйственного назначения. Структура текущей государственной программы с общим объемом финансирования составляет на 2023 год 345 миллионов. Она состоит из трех частей. Социальная защита пострадавшего населения – это фактически 50 процентов, 170 миллионов. Включают в себя выплату компенсаций и предоставление льгот, пенсии, пособий, бесплатное питание учащихся – почти 110 тысяч человек. Обеспечение радиационной защиты и адресного применения защитных мер – это 89 миллионов или 26 процентов. Предусматривается приобретение и внесение минеральных удобрений, изискование кислых почв, мелиорация, радиационное обследование сельскохозяйственных земель. Третье – содействие социально-экономическому развитию пострадавших регионов, включая мероприятия в детских репетиционно-оздоровительных центрах. Это 86 миллионов или 25 процентов. Подразделяется на две подпрограммы – это 64 процента предусмотренных в 2023 году средств будет сконцентрировано в сфере производственной деятельности. 36 процентов средств планируется направить на социальную сферу – жилье, инфраструктуру, объекты, соцсферы. Основным объемом инвестиций, направленных в шесть наиболее пострадавших районов, перспективы социально-экономического развития пострадавших территорий на 2021-2025 год – это 13 основных инвестиционных проектов. Два из которых уже реализована, 10 из них – развитие сельского хозяйства и три – промышленного производства. Ожидаемый экономический эффект после реализации проекта – создание 308 новых рабочих мест, увеличение производства молока на 35 тысяч тонн, мяса на 2000 тонн. Осуществляется точечная модернизация объектов в социальной сфере. В 2023 году планируется строительство и реконструкция четырех стадионов в пострадавших районных центрах, в планах строительства бассейнов-хойниках. Проводится реконструкция больниц под установку высокотехнологического оборудования КТ и МРТ. Продолжаем строительство жилья для молодых специалистов, водоснабжения и благоустройства населенных пунктов, развитие детских реабилитационно-оздоровительных центров. С учетом ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС, в настоящее время осуществляется перекод от газификации к электрификации жилых домов и населенных пунктов. Присаживайтесь, Иван Иванович. Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые присутствующие! На совещании 25 ноября 2022 года Вы обозначили основные задачи перед Ломельской областью. Это переломить ситуацию в экономике, искоренить бесхозяйственность и остановить падение производства в сельском хозяйстве. Во главе этой работы кадры. Облагосполкомам принято необходимое решение по недопущению оттока квалифицированных кадров. Определен перечень организаций. Это 338 организаций с численностью более 137 тысяч человек. А это ни много ни мало 30% от общей численности работающих в области, по которым идется мониторинг кадровых перемещений. Но вот с учетом сегодняшнего Ваше поручение, что это должно не просто быть решение облагосполкома, райисполкома, облечься в какую-то законодательную форму, я думаю, что с администрацией надо дорабатывать и выстраивать, так скажем, законодательный какой-то акт, механизм. В то же время в ходе мониторинга администрации президента Республики Беларусь выявлены случаи формализма в работе с кадрами и отсутствия исполнительской дисциплины со стороны местных органов власти. Конечно, решать эту проблему кадровый голод в сфере пока необходимо не только административным ресурсам. Контроль перемещений, безусловно, даст результат, но еще очень важно, на мой взгляд, мотивировать людей, чтобы у них был интерес работать на местах. Это прежде всего заработная плата, жилье, качество и доступность медицинской помощи и так далее. Возвращаясь к теме агропромышленного комплекса, хочу отметить, что силовым блоком и комитетом госконтроля под особым вниманием держатся вопросы соблюдения технологической дисциплины и исполнительской дисциплины. Отмечается некоторое снижение количества выявленных фактов искажения отчетности, сокрытие, падежа скота, хищений, преступлений, халатности. Но вопросы, конечно же, есть. И вот даже вы в своем вступительном слове сказали, Александр Владимирович, что нарушение технологии кормления и содержания молодняка за три месяца текущего года привели к падежу 3,8 тысячи голов телят в возрасте до 6 месяцев. Планы на 2023 год в области амбициозны. Ресурсы есть. Надо подтянуть просто дисциплину. В целом экономика имеет за первый квартал положительные тенденции. Да, это благодаря промышленному комплексу и промышленному производству за первый квартал 104,4%. Сумма чистой прибыли, полученной организациями области за два месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла в 2,6 раза. Количество убыточных организаций уменьшилось со 122 до 94. Сумма чистого убытка снизилась в 5,2 раза. При этом удельный вес убыточных организаций в области самый низкий среди регионов республики. Вклад промышленного сектора области в экономику республики составляет почти 20% и является одним из самых высоких среди регионов. Таким образом, на мой взгляд, товарищ президент, характер проводимой работы руководством области, динамика выполнения ваших поручений и предварительные результаты начала года вызывают, на мой взгляд, осторожный, но оптимизм. Я уверен, что вот этот год ключевой, что вы обозначили для руководства области, он даст свои результаты. И для этого, еще раз говорю, есть практически все. У меня все. Юрий Викторович, это и для вас тоже ключевой год и для помощника президента. Я все сделал, что вы просили. Поэтому имейте в виду, вы, Иван Иванович, и помощник, ну а с кого больше спрашивать? Это главные действующие лица. Все в ваших руках. Какие вот сразу недостатки перед глазами? Нет, один. Ну, я, может, неправильное слово скажу. Разбышенность. Ну, правильное слово. Это мягко. Вот это самая главная проблема. Поэтому элементарная раслябанность. Вот как-то, наверное, где-то меньше спрашивать стали. А вторая проблема вот по этому животноводству. Ну, очевидна проблема. Я всегда задаюсь вопросом. Есть ли хозяйства такие, как Агрогородец в Школовском районе? Или Агролясковичи? Не обеспечили себя кормами, когда сбалансированные, допустим, тот же Агродец. 6 тысяч гектар, там две фермы. Там все можно себя обеспечить. А Агролясковичи, пойма Припяти. Слушайте, ну, мясной скот выгнали, потому что... Такие в городце пойма, только Днепра, а не Припяти. Выгнали мясной скот, Абердин-Ангус. Вы же помните, по вашему поручению мы там создавали целую ферму мясного скотоводства. Выгнали на свежую траву, которая что-то может пробилась, не пробилась, чтобы этот скот не лег. Значит, это, опять же, разгильдяйство, когда не смогли взять с той же поймы хотя бы то же сено. Вот вся проблема основная. То есть, кадры и спрос. Юрий Викторович, присаживай. Вот он, Юрий Викторович, затронул тему кадров. Абсолютно право. Что произошло? Глубинная причина – рынок. Поперло нас всех в рынок. Все, там рынок отрегулируют. Не надо никакого контроля. Ценообразование – это спрос, предложение там и пошло-поехало. Наелись? Так я всегда вас сдерживал. Вопреки мировому тренду, во всем мире это было принято. Я вас пытался сдерживать. Успокойтесь. Оставьте лучшее из советских времен, что было. Хотя я не восхищен там советской системой. Я всю свою жизнь занимался модернизацией разных систем. И руководителем предприятия, и партийных органах, и депутатам, когда было. Это же на виду у многих было. Я занимался модернизацией. Что отбрасывал, что-то ломал. Но обязательно какую-то замену создавал этому. Что касается кадров. Нужна система. Что у нас с этой разбешенностью? Какая основная причина? Глубинный, я сказал, это рынок. Зарыночный лист. Почему я ставку делаю на таких, как ты? Потому что ты жизнь прошел трудовую достаточно. И ты знаешь, что вот это негодно. Его нельзя этим путем идти. Нельзя все на рынок, все это вот сваливать рынок. Это везде, это нам его подсовывали. Возьмите Японию, 500 программ и планов создают по стране. 500, это, наверное, как минимум то, что мы знаем. То есть у них полное планирование в стране. А на завросоветское планирование это барахло, рынок все отрегулирует. Американцы отрегулируют. У них есть чем дыры закрывать. Где-то провалились, напечатали на станке. У них внутренний государственный долг, по-моему, по 27 триллионов долларов. У них 27 триллионов долларов. Штампуют, печатают, инфляция на весь мир раскладывается. Они за счет этого живут. Да, им это выгоден рынок, свобода. Где-то не хватает, напечатали, отдали. И я это тогда еще с момента встречи с Соросом усек, что так делать нельзя. А если делать, то надо тихо, спокойно, годами, десятилетиями это делать. Нельзя это делать мгновенно. А нас толкали, толкали. Если что-то не сделал, не рыночная экономика. А не рыночная экономика в стране, это внешнее кредитование дорого, еще что-то. И сами разговаривать не хотят. Но я и это сжав зубы перенес. То есть это глубинная причина. Ну, можно сказать, в какой-то степени объективная. В какой-то степени. А то, что от нас зависит, не глубинная. Это то, что у нас называется разбешенностью белорусским языком. Разгильздяйство, преступность, воровство. Все это в кучу. И никто не несет вроде ответственность. А нести эту ответственность надо. И опять стал вопрос создания системы. Системы управления кадрами. Что это значит? У меня, как у президента, 800 с лишним человек, да? Где-то в кадровом реестре президента. Ни одного президента гигантского такого объема работы с кадрами нет, как у меня. Но я терплю. И вы видите, председатель райисполкома назначаются. Я их приглашу. Я с ними разговариваю. Ну, может, я уже им там не ахтики, а задачу поставлю. Но они видят президента. Они чувствуют, что надо. Да в дворце независимости побудут. Это очень важно. И это не только председатель райисполкома. Берите выше. Все члены исполкома областного, губернаторы. Еще выше члены правительства, которые назначают президент и так далее. И согласовывает, ну, 800 человек. Выстроена система. То же самое и в области. Должно быть, и оно есть. Только я не знаю, как у вас работает. То же самое и у председателя горисполкома. У них тоже должен быть перечень кадров, которые они согласовывают, назначают и так далее. И несут ответственность. Назначили. Но и освободить никто не может без того, кто согласовывал и назначал. Ни одного председателя райисполкома губернатор без моего согласия не освободит. Потому что я согласовывал назначение по его представлению этого председателя райисполкома. То есть двусторонний процесс. Встречное движение. Создание. Почему у нас иногда плохо? Простой пример. Мне легко в этой аудитории его приводить. Попробуйте его оспорить. Некоторые разгильдяи, руководители работы, они уже создают где-то площадку, куда они выскочат. Или уволятся, или кто-то их выгонит с работы. Это должны видеть правоохранительные органы. У нас же таких немного. Двадцать два основных руководителя района. Ну плюс еще два в Железнодорье. Получается 21 мэр и 4 в городе администрации. Вот они. Они все на виду. От них все зависит. И губернатор. Это главная несущая конструкция всей области. Они все под контролем. У нас правоохранительные органы. По вопросам спроса и контроля, по основным вопросам они по вертикали подчиняются. И фактически выходят на президента. Но в то же время, живя в области, они должны решать областные задачи. Они члены исполкома. Исполком принял решение. Они обязаны выполнять. Но тем не менее, у прокурора, у УВД, у КГБ у них огромная самостоятельность. Докладывайте. Смотрите, контролируйте. Вы за это несете ответственность. И кадры тоже. Да, вы не можете освободить там председателя городсполкома. Доложите губернатору, президенту, через своего министра или напрямую, я всегда откликнусь, примем меры. То есть, здесь существует система. Но что произошло? Руководитель предприятия, ну допустим колхоза, приезжает там губернатор, предреисполкома, плохо, дорогой мой прочий, еще раз уволю. Ну и увольняй. Я завтра устроюсь, буду работать, буду еще ходить и посмеиваться с тех, кто будет вместо меня работать. А вот это недопустимо. Так не было в советские времена. Уволился, тебе сразу в райкоме партии лопату в руки, иди работай. Ну, образно говоря, лопату в руки и пошел работать. Другую работу ты без райкома партии не получишь. Почему председатель райисполкома не контролирует это движение руководителей колхозов, совхозов, подчиненных ему организаций в районе? Почему? ПМК, сельхозтехники там и так далее должны контролировать, а руководитель предприятия, того же колхоза, совхоза, своих подчиненных, главный агроном там, главный инженер, ветврач и прочее, ты получил образование, бесплатно получил. То, что на Западе бешеные деньги стоят, тебя страна научила, ты пришел, работаешь. Работай. Руководитель предприятия принял решение, выполняй. А он тоже шалтай-болтай, ну что ты меня уволишь, я пойду в другое место устроить. А быть не должно так. Если тебя выкинули с работы, ты можешь где-то устроиться, но нужно согласование. Если я отстраняю должность человека, администрация президента 10 раз вокруг меня ходит, без меня они не решают вопрос, потому что это входит в компетенцию президента, это его кадровый реестр. И так должно быть до механизатора. Вот я вчера сутки целые был в Могилевской, Витебской областей, смотрел, как работают, ну там, где президент каждый день бывает. Слушай, Люба Дорога посмотри. Слушай, ну я вот встану возле этого поля и любую себя. Даже в Гродно нет такой обработки и посева. И я думаю, ну а почему на других полях это не делается? Потому что знает, он знает, что президент придет, заяц знает, министр знает, что я туда приду. Боты одену и пройдусь. Мне это в удовольствие. Ну и посмотрю, как он выполняет, там же мы эксперименты проводим. Специально поехал туда, посмотрел Могилеву и в Гомель летел по этой части. Думаю, посмотрю. Ну, я понимаю, надо время, ты прав. Но, слушайте, ну почему вот оно поле, квадрат это. Вот летишь над этим квадратом, здесь мелиоративный канал. Здесь вымочка, здесь вымочка кустарником заросла от мелиоративного канала. Почему? В какой-то год не распахали. Да, вымочка, не влезешь сейчас, но летом сделай. В Гомеле же сухая погода стоит. Распахивай. Нет, оставил эту вымочку. Второй год здесь оставил, здесь хмызняком заросла. И от мелиоративного канала, это карта, или как называется, мелиоратором. И вот эта карта, она потихоньку, потихоньку зарастает вдоль каналов. Ёлки, сосонки, хмызняк и так далее. И сюда надо укладывать миллионы рублей, чтобы снова вернуть. Это что мы сейчас и делаем. Почему это происходит? Потому что это нет системы. Спроса нет, как он говорит. Тебе, руководителю, вот 160 гектар мы смотрели, мелиорировали, привели в порядок, это ценнейшие земли. Тебе сдали это? Расписался, что ты принял эти земли? Отвечать за них. С кого спросили за это? Ни с кого. А сейчас мы. Вот пришел Леонид Константинович в прошлом году, я его все терзал за эту миллиардацию, посчитал. Говорит, полмиллиарда рублей надо только на один год. Мы нашли эти деньги, но если вы их закопаете, вот виновных закопаю сам, мы за эти деньги сколько жилья могли построить и еще каких-то вопросов решить. Так берегите это. В лучших хозяйствах так и делается. А почему на востоке страны этого нет? В центре нет, в Минской области. И здесь должна быть железобетонная дисциплина. Когда ты будешь гореть руководителем на работе, там будет толп. И нужно создать эту систему ответственности, чтобы если на тебя губернатор посмотрел, то у тебя штаны мокрые должны быть. Слушайте, приезжает первый стропком партии, тогда Василий Леонов у нас был. К сожалению, сбестился. Слушайте, я ночами не спал, что он проедет мимо. А сейчас, ну что губернатор приедет, я ему объясню. А у губернатора президент прилетит сейчас тут. Ну мы сейчас расскажем о причинах. Какие причины, вы видите, какая обстановка. С чего начались проблемы в Украине. Вы же помните, до войны Украины не было. Ее разбестили, люди голодные. Это богатейшая страна. У них было все и в промышленности, и особенно в сельском хозяйстве. Черноземные и так далее. Если бы это нам, слушайте, мы бы лучше, чем Эмираты развивались. А началось всего с того, управляемость потеряна, рынок все отрегулирует, безголовые, извините меня, руководители. И пошло-поехало. Коррупция, взятки на всех уровнях, дележка собственности, все порезали, раздали. Нет страны. С этого все началось. В этом основная причина. А для того, чтобы найти виновных, начали русский язык, русскоязычное население давить, травить, как у нас во времена Шушкевича, Позняка, Зенон Станиславовича. Национализм у нас же тоже начал захлестывать страну. А у них уже захлестнуло. И тогда понятно. Тогда и соседи смотрят на тебя, потирая руки и прочее, и прочее. Вот с чего начиналось. Поэтому я всегда говорю, дайте экономику, дайте мне социально-экономическое положение. И я с вас не буду спрашивать за оборону. Это особенно важно для вас. Вы же видите, что происходит. К вам много людей приехало, родственников там много. Потом мы с вами будем объясняться перед народом, почему мы довели страну до войны. Поэтому экономика, мощь, единство людей, они не позволят развязать войну. Вот поэтому я с вас так жестоко и требую. Потому что лучше я с вас сейчас потребую, чем завтра дам винтовку и пошлю на фронт. Поэтому было поручено администрации президента создать законодательные основы вот этой системы, этой идеи, которая выработана мною. Я проверю в ближайшее время, так это или нет. И мне доложите в ближайшее время. И будет спрос с правительства и с губернаторов железобетонный. Повторять по 10 раз я не буду. Мы уже дожили до того, президент выработал идею. Переживи с ней, переспи, грубо говоря. Доведи до каждого. А потом поди сам сделай. А мы будем со стороны смотреть. Ребята, это время закончилось. Поймите вы, наконец, если мы не сделаем сейчас это, наши дети не сделают, они другие. Они другие. Я же говорю, что они думают, что в интернете яблоки и груши растут. Сидят, тычут в этот телефон, завтра с неба все свалится. Мы их разбаловали до крайней степени. Все. Ах, молодежь у нас хорошая, хорошая. Да, хорошая, но работать не хотят и не умеют. И они не сделают. Они не удержат страну. Тысячу, тысячу вопросов. И везде надо выработать систему. Особенно с кадрами. Я 10 раз говорю. Вот главное, почему я приехал. Хорошо, что Иван Иванович, выступая и управляющим, они вообще про санкции не сказали. А у Гродно мне санкции начали говорить. Да вы радуетесь, что эти санкции ввели. Особенно аграрии. Наша страна немало получает от аграрного сектора. Везите, продавайте. Да, молоко большое в России пошло. Надо поконкурировать, не все просто. Ну так самим надо шевелиться где-то. У вас контакт в Смоленске, Псковске, Брянской области. Да и дальше туда, Белгород, Курса. Это наши люди. Работайте через них. Им пытайтесь продать. Никто же сейчас не мешает. Если губернатор позвонит в Брянск, любой же вопрос он тебе решит. Ну и ты ему поможешь. Строим жилье. Ну не только жилье, но и продавать, продавать, продавать. Мы же производим для того, чтобы продать. Брянская за два года стала с пятого места по товарообороту третья. После Москвы и Московской области. Ну вот и все. Поэтому работать, работать и забыть про санкции. Санкции, да, непросто, сложно. Ну не просто Беларусь калию, нефтеперерабатывающим заводом. Так вы что, занимаетесь этим? Нет. Этим занимаются в правительстве конкретные люди. И калийные удобрения пошли. Да, логистика немножко удорожала там и так далее. Но продаем нефтепродукты только дай сейчас. Раньше боялись некуда девать. Ну что мы не можем продать? Тракторы. Российский рынок свободный. Да, китайцы поджимают, хотят продать. Но пока мы конкурентоспособны. Гомсельмаш нашли как-то контакты. Надо их развивать. Через Россельмаш работать. Поэтому главная наша встреча. Не надумайтесь искать объективные причины. Не надумайтесь, нет объективных причин. Никому нелегко. Но если мы выдержим, мы будем совсем другими. И займем свое место почестное в этом мире. Еще раз подчеркиваю. Мы сегодня проводим промежуточную такую встречу. Вот Гродно здесь, я побуду еще в Витебске, посмотрю, как там министр ответственный за Витебскую область работает и так далее. Несколько моментов, которые нам надо решать. Ну, если губернаторы правительства не говорят об этом, ну что ж, придется мне говорить. Хотя это уровень облсполкома и председателя райисполкома. Я вам сказал о ситуации на полях сейчас. Конечно, начали работать лучше. Поняли, что лучше в поле, чем на фронте. Лучше, чем в прошлые годы. Но проблем масса. Рано заканчиваем работу. Вот были теплые дни, я наблюдал даже вокруг. В 7 часов техника на месте. В 7 часов уже с поля уезжают. Ребята, ну надо до темна поработать. Это такое время. Посевная кампания короткая. Но от этого зависит весь год. Раньше семена положите в землю, будет результат. Бог нам подарил хорошую погоду. Влаги хватает, особенно для Гомельщины. По поводу миллиарации. Миллиарация, миллиарация. Деньги мы выделили. Я поотрывал, откуда только можно. Но культуртехникой должны по 100-200, там сколько гектар заниматься в районе сами хозяйства. Там, где можно. Там, где не надо рыть каналы и прочее. Где еще мелкий кустарник, хамазняк порос. Его надо вырубить, выкорчевать и ввести куски полей в оборот. И дополнительно получим тысячи. Тысячи гектар. Это вот эти недопаханные, нераспаханные уголки полей и прочее, прочее. Где только можно. Плюс подключите промышленное предприятие. Что, Гомсельмаш сегодня в Гомельской области тысячу гектар хамазняк не вырубит. Надо подключиться, спасти земли. Поэтому миллиарация, миллиарация. А так называемая культуртехника, там, где можно с топором, с лопатой поработать, это отдельно. Значит, по поводу полевых дорог. Вот опять система. Я в своем хозяйстве, мне пришлось этим заниматься. Но если я начертил и на собрании механизаторов сказал, что вот по этой дороге ездить и никуда больше, то у меня параллельных дорог не было. Ну, знаете, как весной бывает. И вот летишь над страной. Тысячи гектар. А зим их и трав выведены из строя. И они до осени и до зимы так и останутся. Необработанные придорожные полосы, так называемые. Все это остается. Этого быть не должно. У вас должна быть схема полевых этих дорог. Если нельзя по колее проехать, которую вы начертили, ни один механизатор туда ехать не должен. Жуткое впечатление. Старые фермы. Ну, где-то вы, когда-то вы пример показывали, как вы дробили эти фермы. Как вы их там убирали, но даже там, где вы убрали, вы эти 10-15 гектаров не распахали. А зачем вы это тогда делали? Вопрос же стоит в том, чтобы эту ферму убрать, а при фермерской участке привести в порядок. Поэтому убирайте старье и вводите все в оборот новые участки. Но возле комплексов при фермах все должно быть до угла обработано. Нигде не должно остаться ни одного метра необработанной почвы. Потому что там сорняки прорастают, и вы рассеваете по всему полю. А это недобор урожая. Вообще в перспективе, я уже сказал, все будем выводить из этого старья и строить новые комплексы. Если это малышевая товарная ферма, то старую ферму, где два сарайчика, надо использовать для содержания сухостоя, цеха растела и содержания этих маленьких теляток. Так и строим, как вы говорите. Поэтому обратите на это внимание. А укомплектование ферм с котом, я уже об этом сказал. Это отдельный контроль. Зачем мы эти дворцы построили? И не укомплектовали. А если укомплектовали, то доем, как... Ну, коза больше молока дает, чем корова. Контуры полей. Восстановите мне контуры полей 70-х годов. Как это было в 70-е годы прошлого столетия. Если где-то вы запустили часть поля, восстанавливайте. Каждый руководитель. За это... Это культура земледелия. За это будет спрос железобетонный. При усадебной участке, понятно, в будущем все люди будут в сельском хозяйстве сконцентрированы, в агрогородках. И в большом хозяйстве две деревни максимум крупных где-то на дорогах будут. Все. Эта мелочь вся отпадет. Так называемые неперспективные деревни. Там мы не сделаем удобства для людей. Но сегодня в любой деревушке, малой, большой, остаются брошенные усадебные участки. Это же самые плодородные земли. Они брошенные и зарастают хмызняком. Так давайте их спасем, обработаем. Один раз обработайте, посадите сады. Для нас важно задержать людей в этих деревушках. Надо, чтобы приехали те, кто родился там, бизнесмены, построили там себе жилье, взяли этот проусадебный участок. Вы находитесь в центре Европы на перекрестке всех путей. Возьмите этот участок, поставьте будку там, но обработайте. Это богатство человека иметь полгектара земли в центре Европы. Пересел зимых. Это надо срочно работу провести. У нас очень много полей не взошли с осени. Сухая осень была. Особенно это видно по рапсам. Обратите внимание на это. Мы урожай недополучим. Это точно недополучим. Но где-то надо отпахивать. Делайте это сейчас. Отвратительная работа с травами. Отвратительная. Наверное, больше двух лет травы нечего держать. Надо пересевать, пересевать, пересевать. Оттуда мы должны корма получать. И старайтесь завернуть корма, сенаж в пленку. Очень плохо, что мы не можем весной накормить наш народ огурцом и помидорами, томатами. Очень плохо. Отвратительно. В течение этого будущего года эту проблему надо решить. Что такое сегодня построить эти теплицы несчастные? Мы же это все, Леонид Константинович, умеем делать сами. Поставьте сколько раз, говорим, дополнительно теплиц. И в первую очередь там, где есть теплицы в хозяйствах, там умеют этим заниматься. Во-вторых, там, где смогут. Не надо штамповать. Ну, где-то хороший руководитель. Теплица – это деньги. Вы всегда как с молока сегодня, так с этих огурцов будете иметь раннюю копейку, чтобы людям заплатить. И здесь же сады. Штурмом надо выкорчевывать старье и создавать новые сады. Это не дело, что мы яблоко завозим. Ну, мы что, сами не можем как Польша произвести это яблоко? Можем. Просто не занимаемся. А это импортозамещение. Подводим черту. Кадры. Кадры решают все. У руководителя должна быть власть. Железное. И они ни на кого не должны оглядываться. Ни одни правоохранительные органы не должны мешать руководителю управлять его территорией, его предприятием и принимать меры. Меры должны быть военные, самые жесткие. Не ждите отдельных указаний. И в основе всего – дисциплина. Дорогие мои, не будет дисциплины. Избито это все и в советские времена, и сейчас – дисциплина исполнительно-технологическая. Все нам говорили, но если не будет дисциплины железобетонной, все это пустое. Мы будем тратить деньги и будем сами себя поедать, перемалывать. Я буду вас крошить, губернатор будет своих подчиненных. Поэтому должна быть установлена определенная дисциплина. Никакого падежа, никакого воровства быть не должно. Но, смотрите, вот тут с правоохранителей будет спрос. Особенно с милицией. Каждый должен на своем месте сейчас завертеться, закрутиться. Особенно в Гомельской области. Ребята, вы на фронте фактически. Сохраните страну. Это уже не только и не столько для меня, это надо вам. А сохранить мы ее можем только напрячься всем миром и решить проблемы. Слушайте, ну а нам и напрыгаться-то не надо. Надо, чтобы просто каждый на своем кусочке, на своем клочке делал свое дело. И будет результат. Надо усилить, усилить эти темпы. Надо, где шли, там бежать надо. Где бежали, там еще быстрее бежать. Там война, там НАТО расширается и прочее, прочее, прочее. Нам сейчас непросто, поймите, непросто. Я не просто сюда ядерное оружие тащу, а безопасить надо страну, чтобы сюда никто даже не смотреть боялись в нашу сторону. В противном случае опять будем под сапогом чем-то ходить. Я хочу, чтобы вы этот посыл, прежде всего, восприняли от меня. Это не нагнетание обстановки. Что тут нагнетать? Вы лучше меня знаете, что происходит. Вы же помните, как в прошлом году к нам на велосипедах ехали. Сейчас эти мерзавцы закрыли границу, там забетонировали, заминировали, не проехать, не пройти. Но это их проблема. Они уже людей сюда не пускают. Поляки-литовцы закрывают пропускные пункты, создают проблемы, прежде всего, для своих людей, чтобы они к нам не ехали. Потому что, возвращаясь от нас, говорят, вы что, с ума сошли? Что вы с белорусами мирно не живете? То есть это уже политический процесс. Политику перерастает. Поэтому давайте соберемся. Давайте, где только можно, чего-то сделаем. Я надеюсь, что по итогам года у нас будет с вами нормальный разговор. Очень хотелось бы, чтобы Гомельсина, как всегда, была крепкой, мужественной. Соберитесь просто. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.